Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы по-прежнему находимся в питомнике времена года с Анной Чернецовской. И сегодня мы поговорим про питуньи, сурфиньи и калибрахия. Калибрахуа. Калибрахуа. Сложно выговаривать. Аня, давай лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Может быть и начнем с калибрахуа. Начнем с калибрахуа. Калибрахуа. Все в калибрахуа. Калибраху – это вот такое растение с меленькими, довольно-таки цветочками, самых тоже разнообразных расцветок, которые при выращивании в кашпо образуют огромные, умеренно огромные шары. У него очень симпатичные мелкие листики, и оно абсолютно ничем не болеет. Достаточно неприхотливое во взрослом виде. Мы ее называем калибрашка в питомнике ласково, чтобы проще выговаривать. Калибрашка проще гораздо. Взрослая калибрашка ведет себя даже лучше, чем питунья. Она более толерантна и к недоливу, и к переливу, и к погоде, и ко всему. Это родня вообще к питунью? Отдаленная. Отдаленная родня. Вообще-то другой вид. Иногда говорят, что это разновидность питунь, это неправильно, это другой вид. С ней проблема с маленькой. Ее достаточно тяжело вырастить изначально из черенков. Но когда она вот уже в виде такой крупной рассады, с ней уже проблем, в общем-то, никаких нет. То есть она тоже не семенного размножения, она черенкуется? Нет, она черенкованная. Есть сорта семенного размножения. У нас есть их два цвета, красная и синяя. Но там достаточно ограниченный цветовой ассортимент. Там такие простые сорта. Просто красная, просто синяя, просто белая, просто желтая. А вот такие сложные, со всякими там полосочками, переливами и прочее, это все вегетативного размножения. И вегетативный, покрупнее, конечно, цветок немножко. Погабитусу она так же, как питунья вырастает, большая? Или все-таки это поскромнее какое-то растение? У питуньи настолько разный габитус у разных сортов, что даже сложно сравнить. Большие вот эти вот. Она достаточно крупная. У калибрахо тоже есть сорта серии более крупные и более компактные. Вот, например, новинка сравнительно недавно появилась вообще на рынке. Махровая калибрахо. Слушай, какая красота. Она более компактная. Компактная, это видно даже по рассаде, да? Вот видишь, это такая здоровая, а это более и листочек помельче, и сам цветок помельче. Вот так оно и будет, собственно. И более плотную она такую картинку, да? Да, но это тоже плотная достаточно получается. Махровая тоже есть разных цветов. Красная, розовая, синяя, белая. В общем, тоже всех на цвете расцветок. Мы, когда начали выращивать, боялись, что она будет капризничать. Но нет, она вполне адекватно себя ведет. И, в общем, вполне себе. По сравнению с петуней, она позже отцветает осенью. То есть она, поскольку у нее немножко медленнее, темп просто, она за лето не успевает так сильно израстись. То есть она до наступления заморозков успевает, в принципе, нормально пройти свой жизненный цикл и хорошо себя чувствовать. Какие-то особенности агротехники? Обрывать ли надо цветоноса, как у петуни? Нет, не надо. Они же меленькие, они просто отсыхают, их, в принципе, практически не видно. Ну, как-то прищипывать, чтобы кустилось. Ничего не надо. Свет. Очень хорошо. Для нее важен свет в тени. Она будет такая вот сопливая, как мы говорим. То есть ее нужно на солнце, либо с очень небольшой притенкой. Тогда, в общем, все получится хорошо. Это, по сути, единственный секрет успеха. Мне она очень нравится. Она выглядит, знаешь, так гораздо интеллигентнее, чем петуния, потому что вот у петунии все-таки такие достаточно большие, крупные, яркие цветки. Здесь все-таки и расцветка такая более интеллигентная, приглушенная. Да, мы тоже очень любим, и многих наших клиентов мы постепенно уговариваем попробовать калибрахова вместо петунии, кто привык все время. И, в общем, многим нравится. Это то, что нельзя вырастить из семян. Это можно приобрести именно в садовых центрах и питомниках, и магазинах. Да, но махровая точно с семенами не размножается никак. Ну, а сохранить как-то можно это? Очень сложно. Я думаю, что не стоит мучиться, потому что вряд ли что-то получится. То есть нужны какие-то специальные условия. Вообще, череночники и сурфинии, и петунии, и калибрахова, вот где мы покупаем черенки, череночники содержатся в Израиле. Есть очень большая фирма Коэн, которая хранит, например, черенки сурфинии, и на всю Европу их отправляют и развозят. То есть мы заказываем там. Мы сами ничего это не сохраняем, потому что сложно. Слушай, ну вот скажи, ну а если вот от этого растения отщипнуть черенок и попробовать его укренить? Можно попытаться, да. То есть, ну вот хотя бы на лето увеличить количество растений. То есть оно, вероятно, потому что и черенкового размножения, оно достаточно быстро и вырастет. То есть это не семечка, когда надо сажать в феврале, и мы только в мае получим приличное растение. То есть сейчас вот отрезать от калибрахоя черенок? Если сейчас отрезать черенок, то он будет укореняться недели 2-3. После этого он будет еще недели 3 доращиваться до состояния какой-то вообще приемлемой рассады. То есть калибрахоя не так быстро растет и не так легко укореняется. Ладно, не получилось обмануть вас. Полтора месяца, полтора месяца минимум. Ладно, еще вижу очень много красивых, путаюсь с сурфинией и петуньей. Чем они отличаются, во-первых? Сурфиния – это одна из разновидностей петуньи. Вообще петуньи огромное количество сортов, только вот мы у себя выращиваем около 60 сортов только ампельных петуньей, говоря уже о кустовых. И вот это все огромное количество для того, чтобы в нем не путаться, мы как-то для себя делим. Мы, например, делим их пополам на ампельные и на полуампельные. То есть полуампельные – это те, которые покороче, и у них такой больше шапочкой цветы, и очень плотная посадка цветов. Полностью ампельные – это те, которые отращивают длинные плети, очень большие. И, кроме этого, петуньи тоже бывают семенного размножения, которые из семян выращиваются, и вегетативного, который выращивается из черенков. Вот сурфиния – это, наверное, правильно сказать, что это трейдмарк. Это японская фирма Sanctori выводит сорта под брендом сурфиния. То есть это большая палитра сортов. Как правило, они очень мощные и очень длинные. Самые вообще огромные растения – это есть усурфиний под вид Giant, то есть гигантский. Вот в рассаде она, может быть, пока не так шикарно смотрится, но у нее цветок размером с мою ладонь получается. И если ее правильно подкармливать, она может отрастить за лето, за одно плети, до 80 сантиметров. И для нее нужна, конечно, очень большая емкость. То есть это типичная вообще ошибка, которая встречается просто вот на каждом углу. Когда большую какую-то сурфинию, ну пусть даже не Giant, просто сурфинию, сажают в маленький вазончик, а еще и две штуки. И вот тут она ничего хорошего. То есть, в принципе, вот такого одного растения достаточно, чтобы Джульетту с 21 этажа с балконом было видно? В общем, да. Вот сурфинию Giant достаточно одного растения на 10-12 литров. 10-12 литров, ничего себе. Одна штука. Она пойдет во все стороны. Я просто имею в виду, что для балконного озеленения, наверное, это очень хорошо, потому что это, во-первых, издалека видно, и мы хотим видеть не только, чтобы у нас из окна был красивый балкон, но чтобы выйти, да, и показать, как все там красиво. Поэтому вот такой вариант сурфинии, он, наверное, для балконного озеления вообще идеальный. Не соглашусь, потому что смотря где балкон. Во-первых, это должен быть, конечно, балкон не северный, ни в коем случае, да, не северная сторона. То есть, надо много солнца. Раз. Нужна большая емкость, иначе получится такая сопливая штука. И третье. Очень крупные цветы. Если верхний этаж на ветру, то вот эти вот крупнющие цветы будут очень сильно трепать ветром и будут просто ломать эти ветки. То есть, нужна защита от ветра, и хотя бы полдня, полдня даже мало, две трети дня солнечная сторона. Тогда да. То есть, в принципе, надо брать какие-то не тяжелые растения, опять возвращаясь к калибрашке. Ну, петуньи тоже есть разные. У той же сурфинии не обязательно, они такие огромные. Они есть и более компактные сорта. Вот покажу еще, например, красную. Вот это тоже сурфиния. И тоже очень длинная. Она не такая огромная. Вот видно, если сравнить цветок, он гораздо меньше. Во три раза, да, можно сказать. Но по длине вот этот именно сорт тоже до 60 сантиметров отрастает. То есть, цветок меньше, но объем такой же огромный. И меньше вероятность, что сломаются плеть, потому что не такие тяжелые цветы. Не такие тяжелые цветы. Вот моя одна из любимых серий. Это не сурфиния, это серия фанфора. Вот можно увидеть, что у нее... Не сурфиния, а петуния. Давай что-нибудь подружим. У нее цветок, ну, поменьше, конечно, чем у джиантов. Ненамного, он тоже очень большой. И вот фанфоры, а вот у розовой, кстати, фанфор еще больше. Он прям вот совсем такой... Ну да. ...большущий. Это то, что мы для себя называем полуампельными. Они не дают очень длинных плетей. То есть, они растут большой такой, густой шапкой. С очень плотной посадкой, очень крупного цветка. То есть, вот в кашпо мы когда сажаем, для себя, я больше всего люблю именно фанфору. Потому что сурфиния для обычного, допустим, 5-литрового кашпо, а еще, не дай бог, 3-литрового, это они слишком огромные. Вот фанфора, она прекрасно для этого подходит. А вот эти вот очень красивые. Ну, фанфоры, они мне, честно скажу, не очень впечатлили, потому что достаточно такая простая расцветка. Хочется что-то оригинального, но вот это вот вообще, это же просто космос. Да, это называется Night Sky сорт. Еще более новый сорт, который появился после этого, называется Lightning Sky. То есть, это ночное небо, а это небо в молниях, наверное, да, правильно? Ну, это просто Ван Гог какой-то, да. Это длинные тоже петунии, мощные и большие растения. Ну, вот они такие вот, да, причем они бывают, попадаются со звездой и такая, и фиолетовая тоже, а бывают просто пестренькие. Вот со звездой, кстати. То есть, это один и тот же сорт, но разная форма. Да, это один и тот же сорт, разные экземпляры просто. То есть, вот если, грубо говоря, не один горшочек, например, приобрести, а вот упаковку, то в одной упаковке неизвестно, какие они попадутся. Они могут попасться со звездой, с пятном, более светлые, более темные. Такой вариативный сорт. Ну, удивительный просто. Несмотря на то, что он вегетативный, он размножается черенками. Это не семена. Тем не менее, вот получается такое разнообразие. Этим он, конечно, очень интересен. Очень красивый. Скажи мне, пожалуйста, а вот это вот черное, это у нас что, сурфинья, петуния? Это петуния, серия перелют. Они тоже есть там, и красные, и черные, и белые, всякие. Ну, для любителей докаданса. Ну, такой бархат просто. Черный бархатный цветок. Да, да. Вполне себе. Ну, вообще, расцветка у сурфиньи и петунии, она, наверное, вообще ничем не ограничена. Такое впечатление. Она вообще любая, да. То есть, они есть вот такие яркие, красные, белые, классические цвета розовые. Есть очень нежные, такие, с прожилками. Есть вот серия у нас полосатая, серия Старс. Вот прям полосатая-полосатая. То есть, вообще, на любой вкус и цвет. На любой вкус и цвет. Махровая. Конечно. Есть махровая. Вот это серия махровая. У нее не очень большой цветок в горшочке маленьком. Ну, первые цветки, они всегда меньше обычного. В принципе, это такой с кулак, наверное, цветок получится. Ничего себе. Просто вот это выглядит как гвоздика просто. Ну, они больше похожи То есть, когда она будет большая, на розы на махровую. Когда маленькая гвоздика, когда большая, просто роза, а там и глядишь, и до пиона. Сара Бернар. Есть еще махровая серия больших векпетуней. Называется тамбелина. Я вот сейчас ее не захватила, но она мало то, что махровая, она еще и полосатая. То есть, одновременно, все чудеса одновременно. И полосатые, и махровые. То есть, в принципе, вообще можно подобрать все, что угодно. И по габитусу, и по длине, и по цветку, и более теневыносливые, и более солнцелюбивые. Ну, теневыносливые вряд ли. Тени, они все относятся плохо. То есть, максимум несколько часов тени в день, но в полную тень нет. Ни питуней, ни сурфей, ни калибрахов тени не будут расти. Ну, как они будут расти, но это они будут... Менее декоративные. Это будут такие чахленькие зеленые ростки. Вытягиваться побеги будут. Вытягиваться на которых будут одиночные, тоже такие не очень радостные цветки. Главное, единственное требование к этому растению это солнце. И большой объем земли. Это вот я не устаю повторять, потому что это ошибка, которая вообще самая распространенная. Большой объем земли. Не надо в одно кашпо засовывать три сурфения. Лучше от этого не будет. Будет только хуже. То есть, сам производитель для сурфений пишет, что объем земли, грунта, минимум 4 литра на одно растение. Лучше 6. То есть, вот... И это правда. Мы уже поэкспериментировали по-разному. И так оно и есть. То есть, чем больше грунта, тем лучше. И удобрения. Осмокот, опять же таки. Петуния девушка очень прожорливая. Наверное, из всех растений самая прожорливая. Ну, если ей нужно за лето, отрастить, допустим, полуметровые плети. Она же должна для этого что-то кушать. Она же не из воздуха это берет. То, что растения питаются солнечным цветом, это неправда. Они питаются... Но фотосинтез мы не будем отрицать. Нет, мы не будем. Поэтому водичка плюс солнышко. Мы, в принципе, всегда хотим, чтобы этого всегда хватало. Но если растение живет у нас в ограниченном количестве, где и пересыхает земля, и где негде взять еще полезных каких-то минералов из грунта. В общем, все равно нужно регулярно, даже и помимо осмокота, вносить какие-то подкормки, да, минеральные. Если вы положили осмокот или какое-то другое пролонгированное удобрение, ну, первый месяц, наверное, можно совсем не подкармливать. Дальше в зависимости от сорта. Если сорт более компактный, он растет медленнее. Ему, может быть, и на полтора, на два месяца хватит жизни в осмокоте без подкормок. Если это большая классическая сурфинья с длинными плетями, или вот каскадная питунья тоже очень большая отрастает, конечно, она уже через месяц нарастит такой объем, что ей никакого осмокота не хватит. Просто туда столько изначально не положить такого количества земли, не останется одно удобрение. Поэтому через месяц мы начинаем поливать водорастворимым удобрением потихонечку. Ань, ну, смотри, о чем мы еще с тобой не рассказали. Мы поговорили про питунья, про сурфиния, про калибраха. И вот еще я обнаружил, у нас есть растение из того же рода, возможно, из того же семейства, в общем, очень-то похожее. Называется петхуа. Правильно я прочитал? Да. Вот есть питунья, есть калибрахуа, а это петхуа. Можно, в общем, догадаться, что это гибрид. Вывели питунья и калибрахуа. Это совсем-совсем новинка. Она всего вот буквально 2-3 года назад вообще вышла на мировой рынок. И вот она уже у нас есть. Скрестили калибрахуа и питунью и получили вот такие растения. Они, может быть, не очень шикарно выглядят пока, но когда они вот дорастают до большой кондиции, они, конечно, сногсшибательные. Они соединили в себе лучшие свойства того и другого. Они не так болеют грибными заболеваниями, как питунья. И за счет этого они дольше живут осенью. Они не такие капризные. Ну, и питунья не очень-то капризные, если честно, но эти еще менее капризные. Ну, мы в Ленинградской области находимся. Ты понимаешь, что у нас перепады температуры бывают иногда по 20 градусов. И тут даже самые растения непривередливые могут заболеть. И, значит, это главное качество. Как минимум, это интересная новинка, скажем так. Ну, понятно, для коллекционеров это да. Можно всем попробовать. Нет, она действительно очень классная. Ну, у него, я смотрю, такая необычная расцветка. Я вот на остальных цветах такого не вижу. У него сердцевинка отличается от кончиков. Я смотрю и вот на красном и на оранжевом. Это вот за счет того, что у питунья, необычная срединка светлая, а калибрахо часто желтая. И вот при скрещивании получился такой какой-то очень необычный цвет, который вот в большой массе очень прям бросается в глаза. Очень-очень необычная расцветка. По габитосу она какая будет? Она как... Вот тоже что-то среднее получается между калибрахо и питунью. Ну, сантиметров 30, наверное, в длину она отрастает. Да, и таким ровным, хорошим, большим шаром. Не ампельная, а шариком. Ну, наверное, вот полуампельная, то, что мы называем. Да, то есть ампельная, но не длинная. Ну, есть каскадные, есть ампельные, а это, можно сказать, такая все-таки шаром. Получается шар. То есть она закрывает, наверное, вот горшок, но ниже уже не опускается. Какие-то особенности агротехники у нее есть? Отличительные. Все то же самое. То же самое, как у питунь. Стричь не надо. Мы не стрижем вообще ничего. Очень хорошо. Потому что... И мы не будем тоже. Да. Часто вижу, что постоянно все рассказывают, как правильно подстричь, как правильно подстричь. Если вы правильно посадили, стричь ничего не придется. Приходится стричь, когда растению тесно, либо когда оно недокормленное, и оно тогда начинает давать такие удлиненные, либо еще и мало солнца. И вот тогда оно начинает давать слишком длинные, редкие плетьи. И тогда его приходится стричь. Если ему хорошо, если оно сытое, если ему светло, если ему хватает земли, то все вот современные, особенно вегетативные сорта, не нуждаются вообще ни в какой стрижке. Есть же такая распространенная история, что надо соцветия убирать у питуней, у сурфини, потому что иначе они будут меньше цвести. Они будут силы отдавать на созревание семян. Это нужно делать действительно. Это увеличивает количество цветов, потому что они достаточно липкие. Как правило, все не любят заниматься вот этим делом. Ну вот смотри, вегетативные сорта, потому и вегетативные, что они не дают семян. Семян у них не будет. Никакие силы они на это не потратят. Хуже цвести они от этого тоже не будут. Просто когда цветок крупный и он усыхает, он заметен. Особенно у махровых в сурфине это просто такие тряпочки. Ну да, и к листикам прилипают. Это просто в декоративных целях может смотреться некрасиво. Поэтому если цветок более мелкий, и это не так заметно, то в общем-то можно и не обрывать. А так в декоративных целях крупный усохший цветок, если он попал под дождь, он может обратно размокнуть и просто загнить. Ань, я что хочу предложить. Мы приедем к тебе через месяц и все проверим, как это будет выглядеть. Я думаю, что это будет потрясающее зрелище. Мы посмотрим сейчас, как эта рассада превратится в огромное роскошное кашпо. Помимо этого, у тебя там зацветут и бегонии. Все зацветет. Зацветет еще масса растений, которые мы пока что видели с двумя листочками, которые, я так полагаю, будут тоже очень красивые, декоративные. Расскажешь нам про однолетники и расскажешь нам про многолетние растения. У тебя огромная коллекция травянистых многолетних растений и очень интересные, я там видел пионы. Спасибо тебе огромное. Пионы приезжайте, ждем. Мы обязательно прием на пионы. Спасибо. Спасибо.